Здравствуйте, Карина. Завершился чемпионат Европы, где вы заняли третье место. Скажите, вы расцениваете это как неудачу для себя? Я довольна своим результатом, т.к. у меня были большие проблемы, и я в данный чемпионат вижу возможность подготовиться к Олимпиаде и увидеть свои слабые стороны. Как вы расцениваете уровень участников женской весовой категории, которые боролись на чемпионате Европы? Насколько вам тяжело было бороться со своими соперницами вчера? Как вы расцениваете оппоненты в вашей категории? Были трудно выиграть их? Да, я думаю, что все трудно выиграть. Вы не сможете предупредить кого-то. Все у них есть силы. Немного не предупредить. Все спортсмены сильны. Особенно спортсмены из России подчеркивают, что они в своей родной стране чувствуют поддержку. Олимпиада в Лондоне будет не первая для вас. В какой физической форме вы сейчас подходите к этой Олимпиаде? И будут ли у вас еще перед Олимпиадой какие-то старты, турниры? Олимпиаде в Лондоне будет не только первая для вас. Какая ваша ситуация сейчас? И будут ли у вас участвовать в других соревнованиях? У нас есть соревнования в Лондоне в 2 недели. И мы сделаем еще одну соревнования. И потом в Лондоне. У нас есть еще больше тренировок. У нас есть все хорошо с победителем и что можно сделать, и у этому все приходится. У меня уже сейчас подчеркнулись. У меня была решена, что я в самом деле была. У меня уже есть волна. Короче говоря, что все остальные инжρωки есть. И я просто хотел бы продемонстрировать его. И, конечно, через две недели будет соревнования в Лондоне, в которые мы примем участие. Возможно, также будет еще одно соревнование. И между ними, непосовестно, будут тренировки на которых я постараюсь как можно больше повысить свой уровень. Но на данный момент мое физическое состояние довольно нехорошее, особенно учитывая травмы в прошлом, и я довольна своим состоянием сейчас. Будете ли вы участвовать в командном чемпионате, который вот сегодня состоится? Скорее всего нет, так как были небольшие травмы, и вчера мне показалось, что это был мой последний день соревнований на данном чемпионате, однако все будет зависеть от решений тренеров, потому что если импонент придется, моя помощь, я конечно же буду участвовать, но пока я не собираюсь. Сейчас немножко не о спорте, скажите, чем вы занимаетесь, что вас интересует в жизни помимо дзюдо? Как вы интересуетесь в жизни, какие вы интересуетесь в жизни, какие вы любите мобби? Не очень, я думаю, что в данном моменте я просто тренирую на дзюдо, но я люблю социализовать с моими друзьями, я люблю все другие спорты, и я люблю читать, но мой основной фокус в данном моменте это мой тренинг. На данный момент я максимально сфокусирована на спорте, и у меня не так много комфорт, потому что я иногда стренировала. Конечно, я люблю встречаться с друзьями, общаться с ними, я также люблю чтение, но при этом я всегда стараюсь быть сфокусирована именно на спорте. Вы уже задумывались о том, когда вы закончите спортивную карьеру, чем бы вы хотели заняться, и есть ли у вас какие-то на этот счет планы? Вы уже думаете о вашей будущей карьеры, если вы будете работать с спортом, то что вы будете участвовать в жизни? Я думаю, что когда я закончу свою карьеру, я бы хотел бы продолжать делать что-то в дзюдо, потому что у меня была очень успешная карьера. Это будет мой 4th олимпийский матч, поэтому я буду работать в дзюдо, чтобы я могу помочь все мои знания, опыты, опыты и возможности, Я интересен в личной фитнесе, поэтому есть что-то делать с фитнесом и дзюдо, я надеюсь, что это вместе. Я еще на самом деле сильно об этом не вздумывалась, однако мне кажется, что моя будущая карьера будет связана именно с дзюдо, потому что на данный момент я достигла довольно хороших результатов, или олимпиада в Лондоне будет моей 4-ой олимпиадой за мою карьеру, и мне кажется, что у меня справится довольно хороший опыт, и навык, которым я хотела бы поделиться с другими спортсменами. Также я, возможно, буду тренером по фитнесу, чтобы мне хотелось бы считать будущим дзюдо и фитнесом. Это будет реально для меня. Можете ли вспомнить какую-то смешную ситуацию или историю, связанную с соревнованиями или дзюдо в вашей карьере? Можете ли вспомнить какую-то смешную ситуацию? Можете ли я? Можете ли я? Можете ли я, конечно, очень хорошие моменты. Я думаю, что один из самых известных, которые всегда стоят в том, что я впервые был в Суниверопиаде. Я впервые был в Суниверопиаде, когда я был в Суниверопиаде. Я впервые был в Суниверопиаде, которые на самом деле были в Суниверопиаде. Я люблю пытаться бросить людей, потому что иногда это может быть так. Я очень рада здесь, потому что я смогла бросить в мою борьбу с техникой, которую мой тренер делал, когда играл. И это мне очень рада. Возможно, существует, но очень много хороших моментов связанных у меня с моей карьерой в дзюдо. Потому что, на мой взгляд, каждый раз, когда я участвую в чемпионатах и профессиональных спортсменов, мне кажется, что это хороший момент, когда я получаю медаль. И у меня также поднимается настроение, когда я побеждаю кого-то. И особенно был хороший момент, когда я использовала технику, которую, в свою очередь, использовал мой тренер. Мне было приятно использовать именно эту. И в завершении нашей беседы, что бы вы могли пожелать юным девушкам, которые только становятся на татами, почему именно выбрать татами им? Вы советуете дзюдо, я имею в виду. И какой кайф может получить девушка, занимаясь дзюдо? И в конце концов, я бы хотел спросить, что вы желаете для молодых женщин, которые будут становиться дзюдо? Какой цель, когда они хотят на татах? Я думаю, что самое важное, что всегда удерживать спорт. Я думаю, что нужно удерживать, 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 но, в то же время, 100% употребляйте. И, конечно, не переживать, 100%, употребляйте, употребляйте. Но, знаешь, вы все равно должны быть веселым и удерживать, и быть счастливым. Самое главное – это наслаждаться спортом, а получать от него удовольствие. И всегда должна быть весело. Однако, при этом, не забывай, что необходимо полностью отдаваться спорту на все 100%. Конечно, ты должен тренироваться, тренироваться, еще раз тренироваться, однако, не забывай, что спорт должен именно для удовольствия. И, конечно же, нельзя ни о чем сожалеть. Спасибо большое, удачи Вам на Олимпийских играх. Спасибо большое и желаю вам видеть Европе Аликс. Спасибо большое.